Шавлотов, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем просто потрясающую недельную главу Тавдот, в которой рассказывается про рождение Якова и Исава, третий праотец Яков, из которого потом произошли 12 колен, величайший-величайший, самый великий, написано про него из праотцов, и что нам Тора рассказывает про уникальную беременность его мамы Ривки. Итак, Ривка забеременела, они долго-долго молились, она не могла иметь детей в начале, до молитвы, и молитва это все изменила, и есть комментарии, которые говорят, что Исхак тоже не мог иметь детей, и вот они молились, молились, своей молитвой изменили свое физическое состояние, и они, наконец-то, Ривка, через 20 лет молитв, упорных молитв, она забеременела. Но что? Беременность проходила очень-очень даже неспокойно. В каком смысле? Что когда она проходила, написано, мимо синагоги, там, где находились, например, Шем и Эвер, там, где молились единому Богу, то тогда ребенок хотел вылезти из утровы, из живота матери, и как-то вот там толкался прямо в Айтроцитсу Банимбекирба, прямо ломился, выйти наружу. Когда она проходила мимо места, где поклоняются идолам, происходило то же самое. Тот же самый ребенок, как думала Ривка, он вырывается поклоняться идолам с таким вот стремлением. То есть сразу видно, что вот тот ребенок, и, а мы уже знаем, что это двое детей, а Ривка пока что этого не знала, тот ребенок, те два ребенка имели колоссальное вот стремление к духовности. Они не могли даже, когда они еще были совсем-совсем маленькими. Они еще были вот внутри у мамы, но они уже обладали колоссальной духовной энергией, и они хотели идти творить то, что потом они будут делать всю свою жизнь. Они уже хотели начать уже прямо сейчас. Итак, Ривка в панике. Она думает, что у нее там один ребенок. И что за ребенок такой? Он великий, он великий в своих духовных намерениях. Но как такое может быть, что когда он мимо синагоги, он рвется в синагогу поклоняться единому Богу, стремиться к нему, это очень все хорошо, это не может не радовать. Но когда он проходит мимо какого-то грязного, духовного, вот какого-то места поклонению идолам, он тоже рвется поклоняться черной магии и идолам. Это что за ребенок такой? Она была в шоке. Пошла она к Равину, и Равиной говорит, не волнуйся, это не один ребенок. У тебя там два ребенка, которые из каждого из них произойдут великие народы. Один рвется к Богу в синагогу, к Торе, а другой, к сожалению, к другим вещам, и она успокоилась. Конечно, обидно и тяжело, что у тебя там есть грешный такой ребенок Эсав, будущий Эсав, но хотя бы у тебя есть Яаков, который рвется, и это не один ребенок, который рвется и туда, и сюда, с которым непонятно вообще что делать, что за монстр такой духовный, а это два разных человека с двумя направлениями, то это сказал ей великий пророк Равин, к которому она пошла, и так и случилось, она родила Яакова и Эсава. Здесь давайте обратим внимание, женщина беременна, маленький-маленький там человечечек, совсем-совсем маленький, он каким-то образом, когда мама проходит мимо места, где служит Всевышнему, он пытается вырваться наружу, он пытается выйти. Каким образом этот ребенок понимает, что вот сейчас вот мама проходит условно, справа находится синагога, у него что там, какой-то GPS встроенный. Как он определил, что сейчас синагога? Как это можно вообще понять? Как это можно ощутить? Это же синагога. А откуда он об этом знает? Здесь говорит нам Тора уникальную вещь, что не нужно думать, что духовность это что-то абстрактное, это что-то такое непонятное. Духовность это реальность. И эта реальность больше, чем материальная реальность, которая нас окружает. Вот эти вот стены, этот шкаф, мы это видим органами чувств. И это все, конечно, существует. Но есть душа, есть вечный мир, есть Бог, есть ангелы, есть духовные разные процессы, которые еще более реальны, чем эта вот реальность, которая нас окружает. Яков, великий-великий праотец, духовный такой вот гигант, конечно, он мог чувствовать, где синагога и где святость, потому что эти вещи еще более реальны, чем материальные вещи. Мы не можем этого чувствовать, потому что мы не духовные гиганты, к сожалению, но мы к этому стремимся. Написано в законах, что мы должны каждый день себя спрашивать, ну когда, Яша, когда ты уже будешь как праотцы, как Авраам, Мицхак и Яков, когда ты уже будешь духовным гигантом, давай, двигайся, двигайся и двигайся. Это мы должны к этому стремиться, конечно, дай нам Бог достигнуть. Но Яков, великий Яков, который был сыном великих людей и внуком великих людей, он мог чувствовать эти все вещи духовные, и сам мог чувствовать вещи духовные, которые вот по ту сторону, потому что это и есть реальность, и это реальность, которую можно ощутить и почувствовать. Я вам хочу сказать на эту тему, что Тора нам говорит, приходите, евреи, когда стоял храм, приходите, евреи, трижды в год и приносите жертвоприношения в Песах, Суккот и Шавуот, Регалим, мы ногами поднимались в Иерусалим. Зачем нам Тора это говорит? Вы можете себе представить, две тысячи лет назад, идти по холмам, по склонам, оставлять свою семью, там на неделю, на две, сколько времени это занимало, и идти в Иерусалим без машин, без самолетов, это же так сложно. Почему Тора нас так утруждает? Потому что в Иерусалимском храме, когда туда приходил любой человек, он мог увидеть чудеса, открытые чудеса, десять чудес было в Иерусалиме, десять чудес было в этом Иерусалимском храме. Зачем нам это было нужно увидеть? Трижды в год говорит тебе Тора, иди и получи духовную прививку, пойди посмотри на чудеса. А что такое чудеса? Чудеса нам показывают, что вот то, что мы видим, вот реальность, которую мы видим нашими органами чувств, это вообще еще не все. Это может быть один процент от настоящего мира. Ты поднимался в Иерусалимский храм, и ты видел там ковчег, Арон, в котором находили скрижали, там был специальный ковчег святая святых, который не занимал физического места в пространстве. И остальные чудеса, там был такой столб из дыма, который ветер не мог сдувать, никакой сильный ветер не мог его сдуть, он шел прямо в небо. Зачем это Бог делает? Зачем Бог делал постоянные 10 чудес? Чтобы ты увидел, что эта реальность, она подчиняется духовной реальности. И духовные вещи, они во многом превышают, и намного более настоящие, чем вот то, что мы здесь видим. Пойди и посмотри, как пространство подчиняется Торе. Пойди и посмотри, что если Бог не хочет, чтобы этот дым, который поднимался, и зажигали все эти жертвы, чтобы этот дым, он не двигался под силой ветра. Иди и посмотри, что духовность сильнее над физическим миром. И Яков это мог сразу, когда он еще был малышом, еще даже не родился, он это все чувствовал, и хотел вырваться к этой духовности, и он к ней стремился. Вы скажете мне, хорошо, это вот евреи тогда поднимались в Иерусалимский храм, любой человек мог прийти в этот храм, посмотреть, посмотреть, что такое настоящая жизнь, а сегодня как? Сегодня тоже есть разные духовные прививки. Есть колоссальное количество книг, которые люди написали, что мы молились, например, у нас не было детей 15 лет, мы молились, пошли к праведнику, получили благословение, и он нам дал детей. Или колоссальное количество разных чудес, о которых люди говорят, и которые мы видим, вещи, которые не могли случиться без вмешательства Всевышнего, мы это видим постоянно. Один из таких вещей, это шестидневная война, когда еврейский народ, Израиль, маленький-маленький Израиль, окружили все-все могущественные армии, со всех сторон, никакой политической и военной поддержки от других государств, никто нам не помогал, и евреи одолели войне, в которой было невозможно одолеть. Итак, дорогие друзья, Всевышний нам везде показывает, что то, что мы видим, вот эту вот жизнь, и то, что многим, к сожалению, кажется основной жизнью, это все не так. Основная жизнь, это душа Тора, вечность, божественность, и так далее, и так далее. И мы вообще вечные творения. И то, что мы здесь, в этом спортзале, духовном спортзале, прокачаться максимально, чтобы мы могли там быть, в раю вечно, это всего лишь спортзал, и это не настоящая наша жизнь. И Тора нам это подчеркивает, рассказывая, как эти маленькие дети уже стремились к духовному, и это то, что их интересовало, это то, что было для Якова основное. Спасибо большое за внимание. Учим Тору на Войкре. И я напоминаю, что у нас есть рассылка в WhatsApp, где мы рассылаем уведомления, книги. Пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok